Случилось несколько лет тому назад. В воле случая, в зимнее время, меня летел вертолёт на остров Вайгач, и мне удалось посетить его именно зимой. Дело в том, что вертолёт выполнял своё задание. Перед этим я рассказал лётчикам о Вайгаче. Они стали знать, что это остров арктических богов, вообще необычное место, интереснее даже, чем остров Пасхи, что здесь сменявшие друг друга народы севера поклонялись своим арктическим богам и шли даже из Сибири, из других мест. И считалось, что должны они были посетить эти места в древности, и легенды связаны с этим островом очень многие. И мы пролетели по легендарным местам. Сначала опустились на юге на мысе идолов, где было древнейшее святилище, которое ещё Баренц видел в 1596 году, и другие исследователи видели. И там меня поразило одно, то есть когда мы с вертолётчиками вышли, там такая дыра провал, куда сбрасывали оленей, сбрасывали жертвы. Это известно, описано, как это делалось. А всё, пролив был покрыт снегом, всё в снегу кругом, да, и вдруг эта дыра вот там, она огромная, то есть тянется прямо в море, сбрасывалась туда, то есть провал такой громадный. И вдруг оттуда как потянуло, вот даже я у вертолётчиков спрашивал, что это такое, и вытянуло снег вверх, и вот он как-то рассеялся, и в свете этой фары от вертолёта, вернее прожектора, вертолёт был громадный, мощный, значит, вообще какая-то феерия такая. И в этой феерии вдруг мы сбоку и заметили новодел, так сказать, поставленный на этом же святилище древним кол с головой оленей, значит, и новые жертвоприношения. Потом полетели дальше, полетели мимо мест тоже очень интересных, сакральных, которые связаны с легендами, восстановленными нами о перемещении одного из идолов. Это всё-таки загадочно странная история, сейчас не о них речь, хотя это интересно. И место пролетели, где в 1915-16 году, мы нашли в архивах, было зафиксировано явление Николая Угодника, значит, святого двум ненецким мальчикам, и потом туда бросились с полярной станции люди. Всё это всё есть в архивах, то есть у меня копия есть этих бумаг, и они увидели и следы, значит, этого, вроде кто-то шёл босиком, и, значит, определилось, что в белой рубахе с крестом шёл Николай Угодник. И вот так мы летим дальше, и должны были лететь в другую совершенно точку, и вдруг внизу я увидел, ну, и я, и лётчики, конечно, первые заметили, стоит около святилищ большой и малой болванской горы знаменитых, где там и вход в подземное царство, там и матери земли, значит, святилища известное, и всё это смотрится, оно просто потрясающе до сих пор со старыми жертвами. И рядом другая большая болванская, где, значит, вот этот вход в это царство, и где бог Нун, там, так сказать, тоже жил наверху, а брат его, значит, в этом подземелье, в общем, всё это вот такое легендарное место, и недалеко от них, перед ними, в местах мне хорошо знакомые, я там не раз бывал, стоит чум, и выходит из чума этот самый ненец. Чум обычно в это время ставят оленеводы, никаких оленей я не заметил, но он как бы стоял, и у меня возникла мысль, если всё нормальное, вот, потому что вертолёт должен был через сутки лететь назад, что я полечу к ними, потому что я знал их, ну, в смысле у них своя работа абсолютно не связана с моей, свою я уже как бы задачу выполнил, с немцем поговорить, интересно, и всё, если он нормальный, в нормальном виде, и всё. И вот я выхожу, вертолёт сел, я договорился, хотя они были против у этого лётчики, но договорились, вот, и я выхожу и подхожу к этому немцу, и я его первый раз вижу, я хорошо знаю всё население его, и Гача, и прочее. И что меня поразило, я не имею возможности сейчас долго это и красиво рассказывать, что было, просто я вот такие точки реперные. И что меня тогда поразило, это поразило то, что он меня назвал, типа, здравствуй, Петра Владимировича, но на ломаном таком немецком языке, я тебя уже жду. Ну, как же это вошло в голову, вылетело, то есть мысль, откуда, я его спрошу, откуда, то есть ждёшь-то, откуда он знает, что мы тут пролетим вообще. И заходим в чум, в чуме мы с ним, он меня угостил сырым мясом, опять не буду всё рассказывать, наши беседы и всё, угостил сырым мясом, угостил этим самым, ну, перед этим, конечно, лётчиком объяснил, что я лечу, то есть остаюсь, они улетели, всё нормально. Он угостил мясом и какой-то чай мне дал, вот, попей, то есть мы с ним сидим, беседуем, вот, и такая беседа, а я достал, у меня было и спирт, и водка, я достал, ну, угостить немножко, зима, думаю, он сейчас не напьётся, я немножко налью, ему спирт не стал, это самое, наливать, думаю, сейчас водочки ему налью немножко и себе, потому что холодно, как-то непривычно. А он мне говорит фразу, знакомую мне по их бригадиру Ненецкому Андрею Валейскому, которого застрелили в прошлом году, к сожалению, тоже там интересная история, вот, о том, что он не хочет портить кровь Ненецкого народа, поэтому он и другие мужчины, некоторые, значит, не пьют водку, вот, вот, исполнился тут мне и охотник мой друг Егор, Николай, то есть Егор Вылка, Николай Вылка с его семьёй, которые до сих пор там живут, то есть интересные люди, но неважно. И, в общем, мы сидим, потом он меня угощает из чашки какой-то штукой, и всё так, пей-пей, то есть я как-то, запах какой-то, вы понимаете, ну, непривычный, хотя я вот сырое мясо поел, да, хотя, ну, православный сам человек, но, как бы, вот, соблюдая обычаи, этот вот съел. И, как-то, мне не хотелось этой, ну, я начал это пить, а он так вот внимательно смотрит, смотрит, в общем, я это выпил, и, как бы, у меня не было перерыва между тем, что происходило до этого, и перерыва того, что самое странное происходило после этого. После этого я, как бы, выпил, он меня смотрит, я говорю, ничего, выйти хочешь? Он говорит, ну, выйди, да, понимаю, типа, как бы, он предвидел, что мне захочется выйти. Я вышел, темнотища, значит, звёзды на небе, полярное – это сияние, то есть день-то был такой, ну, полярная ночь уже, вот, и, как бы, видно, вот, видимость есть, ну, такая сереет, и эти вот горы болванские, знаменитые, скалы эти торчат, где эти вот светилища, значит, немецкие, и мне вдруг захотелось встать, вот, знаете, на четвереньке, то есть не в туалет, ничего, вот встать на четвереньке. Я встал на четвереньке, это я помню, и вдруг стал чувствовать какое-то вот во мне изменение, вы знаете, стою, всё реально, а вокруг какое-то изменение. Я стал немножко терять зрение постепенно, но чувствовал всё, что вокруг, вот, ощущал, и понял, что это идёт от носа, и ещё от чего не могу даже до сих пор, вот, я так и не понял. И я посмотрел на свои руки, а руки у меня были оголены, я почему-то вышел, хотя морозит был, да, я смотрю на руки, и вдруг на руках, вы знаете, вот, как показывают в кино или в мультфильмах, шерсть начинает, вот, у меня, вот, раз, 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 когти, шерсть. Я пешил, значит, посмотрел вот так вот вниз, и смотрю, на животе у меня шерсть, я не вижу своей одежды, и как будто я в шерстяных штанах стою, понимаете, и ноги задние, какие-то, ну, конфигурация ног немножко, как бы, нечеловечья какая-то, то есть не моя привычная, и всё, весь покрыт шерстью. И я поднял голову, чтобы посмотреть, и вдруг чувствую, что я смотрю, а передо мной что-то торчит, и чёрная, ну, как бы, точка, она вот, она и мешает, и не мешает, как бы, привычно и непримычно. Я понял, что у меня, как бы, вот, удлинилось, и вот этой частью я ощущаю очень сильно окружающий мир. И хотя в голове сидела мысль, что вот это вот святилище, а если рассказывать долго, там с нами столько этих событий непонятных происходило, которые могут подтвердить все наши, там, не все, но вот часть, с кем это было и с нами, сотрудников экспедиции, значит, не хотелось туда идти, а меня потянуло в ту сторону. И вот я пошёл, вот где эта мать, значит, земля, да, две женщины, значит, основные божества, ненецкие, надо них были ещё, Сиртя народ, который тут ушёл под землю, с которым они смешались, Югра тут, в общем, тут это легендарный остров тут, вот. И я, значит, двинулся туда и чувствую какую-то радость, что мне вот навстречу должно что-то радостное прийти. И с другой стороны мне страшно, потому что не страшно, но неприятно, что это святилище, и что я иду туда, вот, и это, и непонятно вообще, что со мной. Потом всё это забылось, мир стал вокруг ещё интереснее, я его как бы ощущал, ну, понимаете, видел ещё хуже, как бы вот это. И в то же время вот здесь, ну, я не знаю где, образ всего окружающего, то есть я ощущал даже какое-то отдалённое оленье стадо, то есть далеко где-то. Вот я чувствовал эти запахи, чувствовал запахи далёкие-далёкие, понимал, что это вот идёт из Варнака, который там километров 60-70 до его этого самого распространения. И вдруг навстречу пошла медведица, я не буду рассказывать подробности, в общем, мы с ней там подошли, там лизнули друг к другу, ну, и потом, в общем, как бы любовь, значит, телесная начиналась с этой медведицы. И после этого она ушла, и было как бы и жалко, что она уходит, и как бы, и в то же время, ну, как-то вот непонятно, но было, как вот, знаете, наверное, чуть ощущение, вот как после горячей любви с женщиной, то есть такая опустошённость уже и как бы поспать бы, да, и попёрся я к этому самому чуму. Я пришёл к чуму, встал, и как бы медведем стою, и вдруг мне стало вот это страшно немножко смотреть на себя, на эти руки. И вдруг я смотрю, в стороне проходит в белом вот рубахе с оголёнными ногами, с большим крестом, с большой бородой, как бы вот то описание, что я давал на юге, да, вот такой старец, и я понимаю, что это или Николай Угодник, или там был святой похоронен, священник был похоронен, и считалось, что очень благодательно ему молиться. Эту могилу мы тоже место, где он похоронен, видели, и как раз когда летели, я ещё смотрел, кресты там сохранились древние, значит, где он похоронен или нет. И когда я подошёл к палатке, вот сейчас мне стало забываться, я уже смотрю, то есть я встал на ноги, то есть я уже нормальный человек, да, вот, и почему-то опять в одежде и подхожу, и выходит этот ненец, я захожу в палатку, и он мне говорит, вот, вот, понимаете, вот не помню, мне надо вспомнить вот какие-то куски, и когда я рассказывал два года назад, чего-то надо найти записи. А, и у меня ещё был ведь фотоаппарат с собой, я щёлкал и полёт, и этого ненца, хотя он меня предупредил, то не снимай, ничего не видно. Я говорю, как не видно, он со вспышкой. Он работал нормально, этот фотоаппарат, ну, конечно, когда я был медведем, у меня не было на мне фотоаппарата, он остался там. Вот, и когда я оттуда уже вышел, а, ну, вот, он мне что-то сказал, что вот и от тебя теперь пойдёт какой-то рот или, ну, что-то вот такое. Я даже не понял, куда пойдёт, чего от меня пойдёт. Вот, какое-то у меня в голове было, что от меня пойдёт новая порода, что-ли уже такой вот, белых медведей, что-ли какая-то непонятная. Вот, и после этого я сел и говорю, что-то мне, ну, в общем, спать хочется, всё. Он мне говорит, да подожди, сейчас прилетят твои. Я говорю, а что, уже прошли сутки? Он говорит, сутки не прошли, но они сейчас прилетят. И самое, что меня поразило, ну, в течение часа, наверное, прилетел вертолёт. Я подбегаю к вертолёту, прощаюсь с этим ненцем, подбегаю к вертолёту, и там же механик выскочивает, трапик мне, значит, чтобы я вскочил туда. И он от меня отшатывается, говорит, что с вами? Я говорю, что такое? Он говорит, что с вами? И я когда вошёл, там зеркальце слева есть, я туда глянул, у них было, у меня лицо абсолютно белое, и на моих глазах стало наливаться, значит, этим. Кончилось всё тем, что я прилетел, я уже не буду подробности дальше говорить, прилетел когда в Москву, я отлежался, я сегодня сюда ехал, я лежал сутки, меня рвало несколько раз, и я заснул и проснулся через сутки. Я сутки спал, оказалось, день ушёл. И встал, как огурчик, и всё, подхожу к зеркалу, у меня набородила такая вот жёлтая полоса. И тогда вот я взял, и первый раз это было, пошёл в это, взял, потому что не смывалось, и порошком, и чем, она не смывается, жёлтая такая штука. Я, значит, подкрасил, значит, вот как бы это самое. Да, и седина моя, я когда пришёл в институт, меня спрашивают, что это, то есть ты что-то посидел. А, я ещё здесь немножко подстриг, и меня подстригли в парикмахерской. Я говорю, да это такая стрижка. То есть я стал белее, белее. И когда я пришёл сюда в институт, мне один, значит, сказал, что что-то похож, как у белого медведя это самое. Волосы стали, как у белого медведя у меня. Ну вот, коротко. Хотя там рассказывать, если долго, там такие вещи, связанные с легендарностью и прочее. А потом это забывалось. И вот сегодня Вадим меня вчера, вернее, попросил вспомнить. Я вчера это начал вспоминать, и я никак не мог ничего вспомнить. То есть какие-то вот, да, летал, да, да, был медведем. То есть не зрительно это всё было, а как вот какой-то, знаете, как будто прочёл чужой рассказ. А сегодня в метро сел, когда поехал, думаю, ну ладно, я ему скажу, что рассказывать-то нечего. И вдруг вот то, что я сейчас рассказал, и последнее всплыло почему-то. Не забудь, не забудь, а что не забудь. И я сегодня, только когда уже подъезжал, вспомнил, что я сутки провалялся в Москве после этого. Потому что доставка там была быстрая. Там вертолёт забросил в одно место, и самолёт в Москву. Я в те же сутки был в Москве, как говорится. И в Москве это произошло. Ну вот, вроде всё. Субтитры подогнал «Симон»